Всем привет дорогие друзья, 2020 год подходит к концу, чемпионат Украины поставлен на зимнюю паузу, а значит нужно подвести итоги года в УПЛ и выбрать 11 лучших футболистов сезона. Перед началом ребят не забудьте поставить лайк данному видео и подписаться на канал, если еще этого не сделали, также если вы у нас новый подписчик канала или еще не подписались, то можете или даже не участвовали в нашем опросе, в нашем голосовании, то можете написать свою команду года чемпионата Украины в комментариях, ну и даже если голосовали, то можете также написать, если вы будете не согласны по ходу этого видео с моим выбором или же своим выбором по тем или иным футболистам. Так что пишите свои сборные года в комментарии. Также специально для подписчиков моего канала существует промокод SO100, по которому в компании Malbet вы можете получить бонус до 10 тысяч рублей или 3 тысяч гривен. Все что нужно сделать, перейти по ссылке в закрепленном комментарии, ввести промокод SO100 при регистрации и получить бонус на первый депозит. Все очень просто, поэтому ссылку с промокодом я оставляю в закрепленном комментарии. В целом этот 2020 год был очень непростым как и в мире, так и для украинского футбола, в частности клубного футбола и сборной Украины, но я не сказал бы, что он был самым худшим. Поэтому я решил провести между подписчиками моего канала голосование. Мы его проводили в сообществе YouTube, в Telegram канале, если еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Чтобы не пропустить других новостей канала и голосований, я выбрал на 11 позиций по 5 лучших игроков за год и поставил на каждую позицию голосование. Да, конечно, на некоторые позиции было и больше претендентов, и вы могли их видеть в Telegram, где я проводил голосование. Там было меньше чуть людей, но все равно мне было очень важно посмотреть вашу реакцию. Но в обойме самых сильных именно было в основном по 4-5 футболистов. И спасибо огромное, кто поучаствовал в данном опросе. Вы мне очень помогли определить именно 11 лучших игроков 2020 года в чемпионате Украины. Что мы учитывали при отборе футболистов, спросите вы. Давайте попытаюсь объяснить. Я брал в первую очередь во внимание, сколько времени провел футболист на поле в календарный год. То есть с января 2020 по декабрь 2020. И, конечно, где этот футболист находился. Если игрок, допустим, первую половину сезона отыграл в УПЛ, потом ушел где-то за границу или просто был сдан в аренду в другой клуб, но не из чемпионата Украины, то такого игрока я не брал во внимание. Второе, это, конечно, статистика игрока за год. Без нее никак не обойтись. Если это вратарь, то брал общее количество матчей во всех официальных играх и сколько из них сухих, а также сколько вратарь пропустил. С полевыми игроками и футболистами принцип отбора был тот же, только тут играет роль забитой мячи, ассисты и вообще впечатление от игрока в данном сезоне. После этого, как все игроки были выбраны на каждую позицию, я дал список вам и вы голосовали, ребята. Это очень важный момент при выборе, потому что мне главное было увидеть, кого вы считаете лучшим и за кого голосуете, чтобы мне было проще сопоставлять ваше мнение и свое. И у нас, я думаю, получилось все более-менее объективно. Так что это не только мой выбор, но и ваш. Так что давайте посмотрим, что у нас с вами получилось и пройдемся по каждой из позиций. Ну и поехали, ребят. Вот список лучших вратарей 2020 года. Именно наш с вами список, претенденты, скажем так, на это звание. Но перед тем, как мы перейдем к вратарям, я хочу вам объяснить вообще, какая у нас схема, да. Я впервые, как подумал о том, как нам сделать голосование, я, конечно, впервые дал именно схему, по какой схеме будет играть эта команда и по какой схеме будем выбирать лучших игроков, скажем так. И из этого я уже исходил при выборе. И, конечно же, голосование я выставил там пару схем, да. И в топе было три схемы. 4-2-3-1, 4-4-2 и 4-3-3. И подавляющее преимущество, конечно же, проголосовали за 4-3-3. Такая схема очень, скажем так, популярная. Поэтому именно ее вы выбрали, там 55%. Поэтому у меня выбора не было. Мы играем по этой схеме. Поэтому давайте перейдем уже к вратарям. У нас есть пять вратарей. Паст, Пиатов, Трубин, Бущан и Ризнак. Я вам скажу так. Вот именно вратарские позиции для меня и, наверное, для вас было очень сложной. Потому что, ну, здесь практически все вратари провели очень сильный сезон, я вам скажу. Да, в разных, скажем, амплуа. Кто-то играл просто в чемпионате Украины. Кто-то играл и в Еврокубках, конечно же. Но очень важным была именно статистика вратарей. Вот. Как они отыграли за целый 20-й год. И давайте по порядку. Вот если брать Паст, который сыграл 29 матчей. 33 пропустил, 8 сухих. Десна заняла 4-е место. И, в принципе, Паст очень часто выручал Десну в прошлом сезоне. Я имею ввиду прошлый чемпионат. И этот, который вот еще не закончен. Он, в принципе, доказывает, что он не сдал, скажем так, позиции. И показал очень хорошую игру. Да и вообще, как практически любой вратарь из этого топа. Но вот именно Паст набрал самое меньшее количество голосов. Только 5% за него отдали. Но, в целом, я вам скажу, что он ничем не хуже за того же 5-го Трубина, Бущана или Ризника. То есть, здесь довольно равные вратари. Просто есть разная статистика, разная ситуация. Перейдем к 5-му. Мне кажется, он набрал 7%. 7% он у нас, скажем так, четвертый в этом списке. Да, четвертое место. Здесь вратари не по местам расставлены, просто рандомно. Не думайте, что Ризник там выиграл или еще что-то. Вот. Поэтому у 5-го 7%. Но я бы поставил его на последнее место. Потому что регресс этого вратаря виден. Во-первых, он сыграл только 20 матчей в году. 35 пропустил. И 3, ребята, 3 матча только сухих. У 5-го это, ну, конечно, полнейшая деградация. Опытнейшего вратаря, конечно, один из лучших вратарей Украины. Никто спорить не будет. Но за этот год у него очень много было проблем. И мы это видим в наглядной статистике. По всем матчам можете пересмотреть, как он действовал. Да, где-то, конечно, не хватало, возможно, той реакции, которая у него была раньше. И поэтому за него голосовали, я думаю, просто за былые заслуги, скажем так. За то, что у него есть статус, да, такого лучшего вратаря чемпионата, скажем так, прошлых лет. Да, и поэтому за него голосовали ребята, ну, которые, возможно, полейщики шахтера, которые все-таки хотят поддержать его хоть так. Но 5-го все равно есть в этом топе. Он все равно остается, ну, как бы, одним из лучших вратарей. Третье место, ребят, Ризник занял. У него 16% голосов. И, в принципе, ребят, посмотрите на его статистику. Да, возможно, не так много матчей. Он сыграл, да, только 23 матча в году. Но все равно, Ворскла, скажем так же, не играла в Еврокубках. Они играли только в чемпионате и в кубке. А все же остальные вратаря, ну, пасты еще, да. Пасты, в принципе, они же играли в квалификации, поэтому это тоже учитывается. Но вот Ризник, у него 23 матча, ребят, 19 пропущенных мячей. 10 сухих из них. Из 23 это очень классный показатель. Тем более для игрока, скажем так, Ворсклы, которая проводила внизу прошлый чемпионат, внизу таблицы. Это очень хороший показатель. И, если честно, у меня... Я голосовал именно за него, да. Я не голосовал ни за пятого, ни за Трубина, не запущена. Я лично отдал именно Ризнику, потому что он очень импонировал, как он играл. И, действительно, прогресс виден. Он молодой, у него еще все впереди. Но третье место это уже заслужено, ребят. По-любому, по-любому уже заслужено. По голосованию. Второе место это 30% Бущан, ребят. По голосованию именно в Ютубе. Я беру сообщество в Ютубе. Там самое большее количество людей голосовало. В Телеграме я тоже смотрел. Из Телеграма я тоже выбирал для себя какие-то интересные моменты. Но вот именно в Ютубе я смотрел больше, где люди голосовали в сообществе, в нас. Так что можете это все перепроверить. У Бущана 30%. Но его статистика, ребят. Он тот вратарь, который сыграл самое большое количество матчей в сезоне. 32 матча, 35 пропущенных, 10 сухих из этих матчей. Этот показатель тоже очень важен. Он, в принципе, играл. Я не брал, ребят, конечно, во внимание сборную Украины. Я не брал статистику сборной Украины. Только клубный футбол. Но если посмотреть, как Бущан действовал и в сборной, да, то это был запредельный уровень. Именно для него он вырос. Он в два раза вырос. Это не тот Бущан, который мы видели раньше. И, конечно же, он вытеснил бойко из состава. И целый год играл основным вратарем в Динамо Киев, ребята. И, в принципе, статистика у него хорошая. Я бы так сказал. Потому что, ну, в Динамо играли, да, там, в Лиге Чемпионов. И, конечно, большая часть этих пропущенных, если, скажем, 32 матча и 35 пропущенных, это, конечно, когда они играли с Ювентусом, с Барселоной в Лиге Чемпионов. Бущан там пропускал. Ну, некоторые матчи, конечно, не на Щерет там стоял, да. Если сопоставить именно статистику, то Бущан был, наверное, одним из лучших. Но давайте перейдем именно к первому месту вашего топа. Это Трубин, 41% проголосовали в Ютубе за Трубина, у которого 20 матчей, как и у пятого. То есть, вы можете прямо сейчас идеально сравнить, кто был лучше в Шахтере, да. Тоже 20 матчей. У него 22 пропущенных мяча, у пятого 35. И сухих 7 матчей, у пятого 3. И Трубин был именно на первом месте вашего топа. И это, ребят, я хочу очень важную вещь сказать. Это единственный раз, когда я буду вмешиваться в голосование. Единственный раз, именно в этой позиции вратаря, я аннулирую первое место Трубина и поставлю на первое место Бущана. Объясняю почему, ребята. Потому что Трубин сыграл, во-первых, 20 матчей. 20 матчей это не тот показатель. Во-вторых, он начал сезон, скажем так, не сразу, конечно, он был основным. Он не играл, скажем так, так много игр, как это делал Бущан. И он и за Бущаном все-таки больше плюсов, да. Трубин тоже очень классно себя показывал. В Лиге Чемпиона это не отменяет, что он классный вратарь. Он, конечно, тащил, и в Лиге Чемпиона мы это видели, в чемпионате выходил, да, вытеснил пятого. Это уровень, это, понятно, определенный уровень. Но, как мне кажется, нужно отдать именно должное Бущану, который забирает первое место. Да, если учитывать, конечно, ваше голосование, но все равно я отдаю первое место именно Бущану. Опишите, как думаете вы. Следующая позиция. Центральные защитники. У нас здесь 5 претендентов на эту позицию. Это Бондарь, Забарный, Матвенко, Абухан, Альюн. Альюн, Диае и Зворсклы. Но из этих 5 позиций мы выберем двух лучших игроков. Поэтому давайте пройдемся, кто у нас за кого голосовал. По 4% у нас набрал Абухана и Бондарь. Абухана и Бондарь. Бондарь, который, в принципе, начинал не основным. Понятно, что там был Кривцов, Хачилава, Матвиенко. Там менялись защитники. И, в принципе, Бондарь не рассматривался как основной, конечно, защитник подмены. Но вот именно к середине, к середине 2020 года, тогда Бондарь уже начал более-менее быть основным. И в конце 100% уже стал практически основным игроком обороны. Кривцов тоже там не очень стабильный сезон провел, поэтому его здесь нет. Попо был в расширенном списке моем, но его тоже здесь нет. По той же причине, наверное, что и Кривцов отсутствовал очень-очень много времени. Поэтому я думаю, Бондарь заслужил быть в этом списке. Так же, как и Абухана. Да, многие скажут, у него есть много ляпов. Но все равно это очень перспективный защитник. Тем более для Зари у нас не так много, скажем так, хороших защитников в нашем чемпионате. Тем более зарубежных. Абухана мне очень импонирует как центральный защитник. Поэтому он по-любому должен был быть в этом топе за 2020 год. Третье место, на удивление, занял Альюн из Ворсклы. У него 7%. Но здесь, конечно, недалеко ушел. Но все равно защитник Ворсклы иностранный очень хорошо себя зарекомендовал. И вообще, как сама Ворскла, даже тот же, если смотреть статистику Рейзника, да, по пропущенным мячам. То есть он мало пропустил, на удивление мало. Много сухих матчей. И это, конечно, заслуга ребят центральных защитников, которые играли в Ворскле. Это нужно говорить. И Альюн был основным игроком Ворскла за 2020 год. 100%. И он показал себя. И он должен был быть в этом топе. У нас в обороне, скажем так, очень большие проблемы вообще в чемпионате Украины были в этом году. Так что Альюн по праву занимает третье место. Ну и два места, как вы уже поняли, это 36% отдали за Матвиенко. И 48% за Забарнова. И именно этот парень, я вообще не знаю. Я, наверное, как и вы, руководствовались эмоциями в большей степени. Потому что, ну, во-первых, не учитывались матчи, конечно же, за сборную, которую он сыграл. Но все равно, все равно, я не мог его сюда не включить, ребят. Это просто. Его вот, понятно, он мне начинал как игрок основы в начале года. И, возможно, я теперь себе противоречу, что говорю, да. Что мы берем статистику за целый год. Но все равно, ребят, за целый год у нас нет стабильных защитников. Это раз. Матвиенко, да. 100% он, во-первых, все-таки левый защитник, да. Но часто его в этом году использовали в центре. Поэтому он, наверное, самый стабильный вот из всех защитников, которые у нас были в Украине в этом году. Это просто 100% Матвиенко. Ну и Забарнов, который просто, наверное, всех любил своей игрой за сборную, за Динамо тогда, да, в лиге чемпиона. Поэтому я не мог его сюда не включить. Вы проголосовали. Я больше не буду вмешиваться в голосовании. Только вот к вратарям вы можете мне писать всякие гадости, что я там, возможно, что-то неправильно выбрал. Но защитники лучшие, топовые в 20-м году чемпионата Украины. Забарный Матвиенко, ребята. Левые защитники, ребята, чемпионата Украины. Миколенко, Караваев, Цыганик с Мостовой. Спросите меня, где Матвиенко? Матвиенко в центральных защитниках. Он, как бы, тоже сюда. Я его вписывал. Вы за него голосовали. Он даже набрал 20%. Он занят трое место в этом топе. Но не первое, ребята. Здесь гегемония Миколенко 100%. 100% вы уже поняли, что он выиграл. У него 66%. Я сразу же с него начну. Сразу с победителя. Ну, тут даже вот с медалью его фотографию выбрал. Чтобы вы понимали, что здесь без шансов для любого из левых защитников данного топа. Да и вообще у нас есть в чемпионате Украины конкуренции особо и нет. Потому что если брать Шахтер, я мог бы сюда включить Корниенко. Но он слишком мало проиграл. Играл матчи. Слишком мало, если брать соотношение. И Смаили, он тоже травмирован. Он очень долго отсутствует. Поэтому я не мог его сюда включить. Конечно, они бы были. Михаличенко Соболь не играет в чемпионате Украины. Я их сюда не включу. Поэтому у нас есть классные левые защитники. Но они, к сожалению, не все играют в чемпионате. Или же были травмированы. Поэтому именно такой топ Корваева я сюда включил. Потому что он большее количество времени играл слева. Как раз таки подменяемый Колинка. То есть он вообще универсал. Его и справа, и слева можно ставить. Но все равно я сюда включил для конкуренции. Цыганик с Мостовой. Кто набрал сколько? 3% набрал Мостовой. Самое меньшее количество, скажем так, голосов. Игрок Десны. Десна в целом, как оборона, у них очень классная. Там и центральные защитники хорошие. Но они не попали в топ. Потому что были все-таки слабее тех игроков, которые у нас имеются. И они, скажем так, не вызываются ни в сборную, никуда. А вот Мостовой неплохо себе показал слева. Поэтому я его решил включить. Цыганик с игроком Зари, который пришел в Зарю заменить Михаличенко. Который ушел в Европу. И в принципе у него получается. Виден прогресс. Есть неплохая мысль с его стороны. Да, в Лиге Европы мы его видели. Да, конечно, во всей Заре есть проблемы. Мы увидели в Лиге Европы. Это опять-таки в матчах против таких команд, как Брага, Лестер. Даже АЭК создавал проблемы Зари. Поэтому у Цыганикса 6 очков. У Караваева 5. Вернее, не очков, а процентов голосования. 6-5. Но здесь равное количество. То есть мы можем понимать, что в принципе вы оценили их как равные. Соперники между собой. Матвенко, как я уже сказал, набрал 20. Но я его всегда не включил. Потому что он уже есть в команде года на одной позиции. Поэтому здесь Миколенко полностью заслужил. Я думаю, здесь вопросов ко мне точно не будет. Правые защитники. Ребята, здесь какая-никакая. Но конкуренция все-таки была. Здесь у нас Фаворов, Кензера, Додо и Конопля. Юхэм Конопля, который принадлежит Шахтеру. Но он играет по аренде за Десну. И именно целый год он отыграл за Десну. Поэтому можно считать его игроком чернигинской команды. Поэтому кто здесь набрал меньшее количество? Это Фаворов. На удивление. Кстати, основной игрок Зари уже. Который ушел с Десны. Понятно, у него полсезона за Десну. Полсезона за Зарю. Я показал его здесь в футболке Десны. Но я думаю, ничего здесь страшного нет. И он за Зарю, кстати, довольно тоже неплохо отыгрывал. И был лучшим, наверное, правым защитником Зари. Это точно. И основным. Поэтому он набрал 6%. Маловато. Но все равно он есть в этом топе. За него проголосовали вот так вот. 13% набрал Конопля. Который призван был, скажем так, призван, вернее, был заменить Фаворова. И он, посмотрите, как заменил. Даже в голосовании его обогнал с 13%. Второе место. Это Кензера. 20% за него проголосовали. Этот футболист, конечно же, основной игрок Динамо Киев. Основной правый защитник. Там бывает играет Каравай, бывают другие игроки. Но все равно Кензера. Это основа киевская Динамо. Стабильный футболист. Но, скажем так, в этом сезоне ничего особенного он не вывал. Не было такого, какого-то, знаете, скачка в его игре. Он играл стабильно. Да, неплохо. Были и проблемы у него, да, с выбором, скажем так, позиции. Но все равно, в общем и целом, он отыграл стабильно. И второе место, это, я считаю, довольно достойно. Ну и Додо, ребят, здесь, как и в ситуации с Мэйколинга, можно брать 61%. За него проголосовали. Не знаю, претензий есть ко мне, нет. Но к вам точно не будет. Вот, вы голосовали. Я выдаю то, что есть. 61% Додо заслужил, ребят. Но у него есть явный прогресс в сезоне, ребята. Ну, это очевидно. Он отыграл. Мы отыграли, во-первых, начало 20-го в Лиге Европы, да. Очень классно дошли до полуфинала. Додо там был одним из, одним из, ребята, игроков, которые тащили. Действительно, тащили правый фланг шахты. Значит, потом продолжили в Лиге Чемпионов. Очень классно. То есть, все равно, да, возможно, не так уже Додо, скажем так, прогрессирует такими шагами быстрыми, как это было в начале года. Но все равно он стабильно, наверное, на данный момент лучший правый в Украине, в чемпионате Украины так точно. Поэтому именно он будет сегодня на правом фланге нашего топа. Ну и переходим к центральным полузащитникам, что очень важно. Конечно же, здесь Степаненко, Алан Патрик, Юрченко, Буяльский, Татавицкий. Ну, у нас три позиции. Нам нужно три центральных полузащита. И поэтому сейчас я вам расскажу, как вы там проголосовали и кого вообще будем выбирать. Начну с первого центрального. Выберем, я думаю, безоговорочно. Вы проголосовали за Степаненко 44%. Начну сразу так, да. 44% за Степаненко. Конечно, мы не берем его статистику, там, голо-ассистов. Мы не берем это. У него там три гола и один асист за сезон. И понятно, если Степаненко забивает, да, возможно, в важных матчах, но очень редко, да, скажем так. Но мы берем его не за это. Мы берем все-таки за то, как он играет в обороне, да, почищает. И, в принципе, это очень топовый опор. И поскольку у нас схема 4-3-3, то нам нужны центральные полузащитники. А если ставить туда всех игроков атакующего плана, то, конечно, это что-то не то получится. По-любому нужен какой-то один игрок с опытом, который сможет, скажем так, отработать очень хорошо на оборону. И Степаненко это один из лучших, если не лучший опорник в Украине. Наверное, лучший. Поэтому он, конечно, попадает в этот топ, ребят, 100%. Он первый полузащитник команды года, 20-го. Второй полузащитник, за которого вы проголосовали, он недалеко ушел. Вот Степаненко, скажем так, Буяльский, 38%. Да, он конец сезона, скажем так, чуть сдал. Травмы помешали. Это понятно. Но это лидер, ребят. Это один из лидеров. Не скажу, что лидер. Динамо есть и другие игроки. Но Буяльский показал и раскрыл свой потенциал именно в этом сезоне. Вы посмотрите на его стату. Ну, это просто сумасшествие, да. Для него 8 голов, 9 ассистов. Это, ну, лучшая статистика на данный момент из этих центральных полузащитников, которая есть. Именно не только за счет статистики я его всегда брал, а за счет того, как он играл. Как он, скажем так, открывался. Он просто был, не знаю, как Мхитарян в лучшие годы в Шахтере. Я его могу сравнить. Он очень классно обрывался. Он играл просто как атакующий полузащитник. И, в принципе, мне очень понравилась его игра за Динамо в этом сезоне, 20-м. Поэтому он здесь необходимый. Он попадает в наш топ. Он второй полузащитник. Третий полузащитник, ребята, нашей команды года. Это Алан Патрик. За него проголосовали всего-то 11%. Но все равно, я думаю, вы не будете спорить, что этот футболист тоже прибавил. В начале года, ребята, когда мы играли в Лиге Европы, дошли до полуфинала. Алан Патрик, наряду с Додой, вообще, как петь Шахтер, очень-очень был на подъеме. Мы всех обыгрывали, кроме Интера, конечно. Но все равно Патрик очень вырос. Его статистика тоже говорит сама за себя. 9 голов, 5 ассистов. Это хороший показатель для него. Я считаю, что он здесь заслуженно попадает в этот топ. Вы правильно проголосовали. У меня, опять же, к вам вопроса вообще нет. Ну, у нас остались еще Татавицкий и Юрченко. Татавицкий набрал 3%, Юрченко 4%. Ну, а эти футболисты, я считаю, в центре поля своих команд, в Дисне, Заре, конечно, ключевые. То есть, Татавицкий это вообще футболист, у которого очень-очень-очень хорошая техника, ребята. Этот футболист, который очень недооценен. И мне очень жаль, что у него не получилось в свое время заиграть именно в Шахтере. Он воспитанник шахты. Я не знаю, воспитанник не шахты, но он там играл. Он даже подводился, скажем так, к основе Шахтера, но у него не получилось. И мне очень жаль. Возможно, это травмы, возможно, что-то другое. Но вот именно в Дисне, он играл из-за Зарю, кстати. Но именно в Дисне, ребята, он раскрылся. И я надеюсь, и вот под конец сезона у него опять была травма, к сожалению. Но я надеюсь, что вот новый 21-й для Татавицка будет, скажем так, толчком для того, чтобы показывать себя во всей красе. Татавицка, я думаю, это сможет. Это невероятный ум как бы в центре поля, который может как и забить, так и отдать. Ну, это универсал, просто феноменальный игрок, скажем так. Но он сегодня в топе занимает последнее место. Юрченко четвертое. Юрченко, то же самое могу сказать, это футболист, который, в принципе, ведет игру с Зари в центре. Так что без него на данный момент представить игру с Зари, я думаю, не то, что невозможно. Но очень большая потеря будет, если он где-то уйдет или травмируется, не дай бог, конечно. Поэтому Юрченко, конечно, это топовый игрок для Зари. Да, Заря там, возможно, у них был небольшой спад в начале сезона. В чемпионате Украины это было видно. И, в принципе, в Лиге Европы. Но все равно Юрченко какой-то свой уровень, да и держит. Поэтому он есть в этом топе. Следующая позиция, ребята, это левый нападающий, левый вингер, левый форвард. Называйте, как хотите, но это левый атакующий игрок, ребята. Это Тайсон, Депена, Вербич, Соломон, Канэ. Именно таких 5 футболистов я выбрал для голосования. Тайсон, давайте начнем с него. У него, ребята, чтобы вы понимали, только 10%. Я хочу просто с него начать. И почему так? Почему он не самый? Почему он не выиграл в голосовании вашем? Да и вообще я с вами согласен. Я не голосовал за Тайсона. И, в принципе, почему? Потому что он сдал. Это видно, да? Он все равно ведет сейчас игру Шахтера. И я не брал статистику. То есть, понятно, у него хуже статистика, чем у того же Депена или того же Соломона даже, да, брать. У него 6 голов, 5 ассистов. Казалось бы, неплохо. Но все равно для атакующего футболиста хочется больше. Тем более, он позиционирует себя как лидер команды. Он не нападающий, но все равно он как бы участвует во всех практически эпизодах атаки. Шахтера, и он сейчас незаменимый. 100% незаменимый для Шахтера. Но видно, что он сдал, ребят. Это очевидно. То есть, и даже в игре его он уже не дает ту скорость, которую он давал раньше. В чемпионате Украина это прокатывает. Это как бы безусловно. В Лиге чемпионов это уже как бы не канает. Там уже играют другие футболисты. Мы видели в этом сезоне. Там уже не Тайсон Марлос тащили, ребят. То есть, Тайсон Марлос уже отходит эпоха. Тащили Соломонте. Тащил, возможно, где-то Додо по правому флангу. Там Тетто прорвался. Да, Тайсон Марлос свой вклад давали. Но все равно не они решали эпизоды. Решали другие футболисты в Шахтере. Именно поэтому, я думаю, будет... Ну, так мало людей проголосовало за Тайсона. 10%. Давайте сразу отобьем еще двух футболистов. 7% набрал только Канэ из Ворскала. Этот футболист, который я включил. Ну, чисто, скажем так, потому что Ворскала неплохой сезон провела. Прошлый, хоть и в нижней части таблицы, но все равно неплохой. И если брать этот сезон, то Канэ все равно доказывает, что он один из лидеров в атаке. Очень реактивный, очень технично, очень быстрый. Который может, конечно, решить эпизод. Может отдать неплохую передачу. Ну, и, в принципе, ему есть куда расти. И я просто так включил его в список. Вы проголосовали. И 7% я думаю неплохо. Да, последнее место занял он. Но неплохо. Все равно для такого игрока, как Канэ. Вербич, ребята. Вербич занял у нас, получается, четвертое место. У него 9%. Ну, практически, как и у Тайсона. Можно сказать, они вместе заняли третье. Вот. Вербич, он, ну, скажем так, очень много матчей. Он играл на позиции нападающего. Его можно туда включать. Но я этого не делал. Вы можете потом посмотреть. Я его включил именно слева. Потому что, ну, он есть левый атакующий, ребята. Он левый полузащитник. Или левый нападающий в Динамо Киев. Но, в принципе, этот сезон я не, скажем так, не записываю в актив Вербичу. Потому что, ну, как бы, 9 голов, 3 асиста. Да, неплохо. Результативность неплохая. Но эти голы, чтобы вы понимали, он забивал в большей степени на позиции форварда. Что интересно, да. Ну, я его туда не включал. Но включил сюда. И здесь вы проголосовали именно, я думаю, правильно. То есть, он не играл лучше, чем... Ну, давайте перейдем уже к Соломону и Депене. Вот. Здесь выбор был очень сложный. По статистике, если брать, Соломон 8 голов, 4 асиста, 28 матчей он отыграл. Депене отыграл 33 матча. И забил 9 голов и отдал 9 асистов. И мы еще помним, как Депене играл Прима Халиченко. Если вы помните, да, Динамо играл отвратительно. Но когда выходил Депене во втором тайме, он в основном использовался как Джокер. Вспомните, в Шахтере Эдуард был такой футболист, который выходил с замен, Луческо его выпускал. И Эдуард тут же давал результат, забивал голы, отдавал передачу. То же самое Депене было у Михаличенко. И тем же футболистом он стал Луческо, только еще лучше. Он стал основным. Он основной игрок. И он очень полезен команде. Он отдает, он забивает. Он даже головой забивает, ребята. У него рост там, не знаю, метр семьдесят с лишним. Но он даже головой неплохо играет. Потому, конечно, его результативные действия нужно брать во внимание. Его игру за Динамо нужно брать во внимание. И Соломон, если брать, да, он слева сыграл. Он сыграл 28 матчей. Не совсем слева. Он играл там на разных позициях. Но в основном он выходил слева и в Лиге Чемпионов. Он против Реала тоже именно там играл. И в других матчах. То есть Соломон тоже очень классный сезон выдал. Он вырос как футболист. Он хорошо играл за Шахтер, когда выходил и в основном составе. И выходил из замены. Он всегда добавлял. Это было видно. У него есть та скорость, та реактивность, которую, возможно, сейчас уже Тайсон теряет. А Соломон приобретает. Это приятно видеть. Что есть замена такому игроку, как Тайсон, у Шахтера. То есть Соломон спокойно может выйти на его позицию. Хоть и Тайсон может сыграть на позиции атакующего центрального полузащитника. Он может везде сыграть Тайсона. И нападающего, если нужно. Но он именно играет всегда слева практически. Поэтому Соломон это прямая замена Тайсину 100%. И он провел лучше этот сезон, чем сам Тайсон. И это говорит о том, что он занимает, ребята, второе место. Он набрал 34%. Разрыв небольшой. Но у Депена 40, ребята. Вы проголосовали именно за Депена. Депена лучший левый нападающий в этом сезоне чемпионата Украины. И я с вами, в принципе, согласен. Потому что, ну, выдать такой сезон. Тем более большинство. Ну, не большинство. Пусть там, не знаю. Чуть меньше половины матча. И он сидел на скамейке. Но он выходил, давал результат. И это очень важно. Так же делал и Соломон. Но все равно. Но все равно, ребята. Депена. Никто, понимаете, от него не ожидал такого. Никто не ожидал, что Депена вот так вот раскроется. И будет основным игроком в Динамо Киви. Именно поэтому он становится лучшим. Он обогнал Тайсена, Вербича, Соломона. То есть, спокойно. И это заслужено. Он лучший левый нападающий 2020 года. Ну, левый полузащитник или нападающий 2020 года чемпионата Украины. Лучшие правые нападающие 2020 года. Я не знаю, стоит ли было вообще проводить голосование или нет. Здесь оговорочно Цыганков, ребят. Ну, то есть, безоговорочно, вернее. Цыганков. То есть, Марлос, Тетта, Кабаев, Калитвинцев тоже есть в этом списке, если брать чемпионат. Вот. Но ни один футболист из этого списка не был лучше, чем Цыганков. Ну, просто даже взять статистику. Любую статистику. Цыганков 31 матч. 18 голов, 3 асиста, ребят. 18 голов, 3 асиста. Это уровень. Какой тогда есть. У Марлоса 7 голов, 6 асистов. У Тетта 7 голов, 6 асистов также. То есть, они более-менее равные, равноценные футболисты уже прямо сейчас. Марлос уже тоже сдает, как и Тайсон. Именно поэтому, если вы посмотрите, допустим, прошлого сезона команду года, которую там составляли раньше, вот. То Марлос и Тайсон были там. Были, и они были. И, по-моему, или Марлос и Тайсон был даже лучшим игроком вообще чемпионата Украины за прошлый сезон. 19-й минуту. То сейчас ни Марлос, ни Тетта, мы не можем их назвать лучшими. Мы не можем, и даже по статистике Кабаев и Калитвинцев. Давайте начнем с них, если уже так детальнее более говорить. По 2% они набрали. Да, возможно, я их так включил. Нужно было трех футболистов вставить, да и все. Но все равно я хочу отметить, потому что, ну, Кабаев тоже прибавил в этом сезоне при скрипнике. Он хорошо действует в атаке. Он на многих позициях может сыграть. Он и справа, и слева, и под нападающим классно. И даже нападающего. То есть, Кабаев это игрок очень разноплановый и очень быстрый техничный. Поэтому я его сюда включил. Он неплохой сезон провел. Да, статистика 4 гола 6 ассистов, но это неплохо. Калитвинцев 2 гола 4 ассистов, но я брал его по влиянию. Он хорошо влияет на игру Дисней. Он всегда подает все навесы, там стандарты разыгрывает. Через него вообще проходит практически все атаки, да, через правый фланг. Поэтому Калитвинцев, да, один из лидеров. И он неплохой сезон, скажем так, за Дисну провел. Да чего уж там сама Дисна заняла. Четвертое место в чемпионате. Ровным счетом, как и Заря, заняла там практически то же место. Только третье, скажем так, забрали себе путевку в Лигу Европы в очном противостоянии. Вот. Они здесь есть. Тета, Марлос. Ну, Тета пока что еще не подошел, скажем так, к своей лучшей форме, наверное, в Шахтеру. Еще нужно время ему дать. А вот Марлос на спаде. Это видно. Уже не та скорость, не то движение, не то влияние, как и у Тайсона. Все ровным счетом то же самое. Поэтому, ну, что здесь говорит, ребят? Цыганков это вообще, наверное, лучший игрок в нашем чемпионате на данный момент. Никаких вопросов нет. Лучший правый нападающий. Цыганков. Ну и последняя позиция, ребят, для нас. Это, конечно же, нападающий форвард. Главный игрок, который должен забивать голы. Футболист, на которого все надеются, на которого идут все передачи. У нас их пять. Я выбрал Марайса, Супрягу, Шахаба, Кулач, Будковский. У нас их было больше в расширенном списке. Но все равно я дал только пять. Чтобы, как бы, чуть уменьшить. Да, и чтобы не забирать голосов у более сильных игроков, которые, в принципе, себе показали в 2020 году. Да, их не так много. Да, у нас есть небольшие проблемы с нападающими. Даже если возьмем сборную, ребят. Кто у нас сборная играет в нападении? За это Дот сыграл. В центре нападения. Ну, кто? Марайс и Ярымчук, которые играют в Генте. Да, украинские, если брать. Марайс тоже с украинским паспортом. Давайте начнем с последних мест. Это Кулач и Будковский. Я думаю, вы понимаете. Кулача 3%, у Будковского вообще 2%. За него мало кто голосует. Да, и вообще многие футболисты, вернее, многие болельщики, да, и Дисней, и вообще болельщики футбола, говорят, что Будковский это просто бревно. Как бы он там может головой забить, да, и все. Но я так не считаю. Это довольно, ну, как бы хороший футболист был. Еще за зарю, когда он играл, он очень перспективный был. Да, он вызывался даже в сборную Украины. То есть у него была некая перспектива. Но сам виноват, что так карьера его сложилась. И Будковского даже неплохая статистика. 28 матчей он отыграл. Да, не все из-за Дисну, но все равно. 8 голов, 3 асиста. 3 асиста у него есть, 8 голов. Неплохая статистика, как для Будковского, который не всегда был основным нападающим. У Кулача статистика по голам чуть лучше, и тем более матчи меньше у него. 21 матч только за сезон. Этот, скажем так, отрезок конца 2020 года он не играл. У него травма, к сожалению. Потому что он в начале чемпионата уже заглыл 6 мячей. И это был хороший показатель. Кулач набрал только форму, и тут травма, к сожалению. Но я его включил из-за этого, потому что он классно. Он классно начал, и даже тогда Заворску он неплохо играл в прошлом чемпионате. 9 голов, 1 асист. Ну, понятно, ему не асисты нужно раздавать, а забивать. И он с этим справлялся. 9 голов на его счету есть. Перейдем к третьему месту, ребят. Третье место в нашем топе занял Шахаб Сайхаги, игрок Олимпика. 23 матча, 11 голов, 3 асиста. Да, конечно же, большинство голов пришли на этот сезон, именно на последний год 2020. Но даже когда Олимпик находился в прошлом чемпионате во второй шестерке, да, когда у нас было еще 12 команд в чемпионате, то уже тогда видно было, что Шахаб и забивать будет, и в принципе будет основным нападающим. Уже тогда он забивал голы, уже тогда он показывал, что у него есть все данные, чтобы, ну, как минимум, стать одним из лучших нападающих в своем клубе, да, и вообще чемпионата. И, в принципе, он это показал в новом сезоне. Забил, вот, на данный момент он с Теганковым, лучшие нападающие на, ну, скажем, в этом сезоне чемпионата Украины. У них по 8 мячей в чемпионате. Ну, не нападающие, я имею в виду 110 уголов. Вот. Переходим ко второму месту. Второе место это Супряга. Все-таки Супряга, как вы понимаете, Морайс выиграл. Почему так? Почему не Супряга, если смотреть на голы, кто-то скажет, зачем он вообще здесь нужен, он там очень плохо отыграл последний отрезок 20-го. Кто-то скажет, блин, у него 15 мячей забито, 5 ассистов, а у Морайса только 11 и там 6 ассистов. Ну, тут голы, давайте голы брать. 15-11. Пользуй Супряги, ставь Супрягу лучше. Но, к сожалению, нет, потому что давайте говорить прямо, где играл Днепр? Где играл Днепр 1. Большое количество голов он забил за Днепр 1 в аренде, когда он еще был в прошлом чемпионате. И мы все помним тот матч, когда Супряга вышел за Днепр 1 и сделал хитрик в ворота Динамо Киев. Да, это тоже очень важно. Но Супряга, он хороший форвард. Он очень много забивал за Днепр 1, его взяли в Динамо. И тут уже сложнее. Тут лига чемпионов, тут уже все-таки другая ответственность, другая конкуренция. Да, он чуть прибавил, возможно, в игре в командном плане, да, что он может играть на команду. Он очень классно, скажем так, двигается впереди. И Луческу это нравится, но все равно, конечно, от нападающего требуются голы. И, конечно, он забил 15, это много. Ну, а эти 15 он забил за Днепр 1, который играл во второй половине чемпионата, во второй части таблицы. Поэтому, ну, здесь, конечно, сравнивать. То, что Морай забил 11, это, конечно, мало для него, потому что 19-й год он был лучшим безоговорочно. Здесь так нельзя сказать, но у него конкуренции нет, ребят. Ну, по факту, у нас нет нападающих в чемпионате Украины. Нету, просто их нету. Вы понимаете, в чем вопрос? То есть, наши нападающие находятся или за рубежом где-то, и я беру Ярымчука, или же это Морайс. Пока что у нас, ну, по факту, их очень мало, таких, которые забивают. И поэтому выбор такой у нас маленький. Мне нужно было и в супрягу ставить, и того же будет Овского. Я брал чисто статистику голов. Ну, и, конечно, игру, то есть влияние. Где они играли, как они играли. И Морайс все равно. Те голы, которые он забивал, и, в принципе, по важности, они не сопоставимы с голами супряги, да. И поэтому Морайс все-таки будет лучшим нападающим. Проголосовали за Морайса 47%, за супрягу 33%. Вот. И за Шахаба 16%. 16%. Поэтому именно такие, ну, топ-3 можно составить. Но все равно лучше на чуть-чуть точку. Но все равно Морайс более-менее профессиональный на данный момент. Больше забивает, больше понимает саму суть игры в нападении супряги. Еще нужно расти. И, конечно же, вон в этот список может попасть в 2021 году, если он поправит именно свою игру в Динамо. Я не поставил из-за того, что он, ну, провел плохую концовку в Динамо. Вот. И, в принципе, вот такой вот выбор, ребят. И давайте посмотрим уже, как выглядит эта сборная. Ну, и вот она, ребят. Вот она сборная. Команда года УПЛ 2020. Это Бущан в Воротах, Матвиенко, Забарный, Центр обороны, ДОДО справа, слева Миколенко, Буяльский, Степаненко, Алан Патрик, Центр Полин и нападение ДП на Морайс и Готков. Скажите вы, что же это за команда года УПЛ 2020, если здесь только два клуба, Динамо и Шахтер? Так вот, отвечу вам, ребят, что если брать всех футболистов, которые у нас играют в Заре, в Десне, в других командах, там, Колос, Александрия, да, и тому подобные команды. Если мы сопоставим даже ту статистику, ту игру, которую показывают те футболисты из команд условной Зари и условной Динамо и Шахтера, то это просто несопоставимо, ребят. Уровень другой, вы понимаете, мы должны выбирать лучших все равно, мы должны исходить из статистики, мы должны исходить из игры за целый календарный год и брать, конечно же, только лучших в эту сборную. Поэтому, к сожалению, на данный момент в нашем чемпионате нет лучших футболистов других групп, кроме Динамо и Шахтера. Только у Динамо и Шахтера вот есть такие футболисты, которые могут давать такую игру и, в принципе, они поэтому там и играют, чтобы быть лучшими. Есть, конечно, некоторые игроки, которые играют, их очень мало в Дисне и в Заре, которые могли бы, конечно же, заиграть в основном составе Динамо и Шахтера. Есть, они есть, но они все равно в тех даже клубах, пока не показывают того футбола, который, возможно, мог бы помочь им где-то играть в более топовом клубе. Да, у нас есть молодые игроки, которые есть и в Заре, тут же сейчас Мудрик играет в Дисне, да, все говорят о нем, и можно было его сюда где-то включать, но все равно он еще не показал своей игры, да. Он не показал, он показывает очень хорошую скорость, но у него нет еще многих показателей, которые уже есть у того же Цыганкова или Депена, да. Они показывают, дают тот результат, именно поэтому уж Мудрик пока не играет в Шахтере, играет в Дисне в аренде. Вот, есть, конечно, молодые футболисты, но им нужно расти, и тогда они, возможно, попадут в Динамо и Шахтер, или же покажут себя за Дисну и за Рю, и вот, и тогда мы уже будем говорить о том, что у нас есть игроки, не из Динамо и Шахтера, которых можно выбирать и включать в команду года, которые будут давать результаты, которым будут интересоваться, ребят. Так что, ну, здесь спорить сложно, у нас выбор был не такой большой, да, на некоторых позициях, вот, позиции вратарей, я согласен с вами, поставьте сюда Ризнака, и никто не обидится. Он классную статистику выдал, ребята, Ризнак, того же Трубина поставим, тут можно три вратаря ставить, и как бы, и всегда мы будем в плюсе, потому что это наши ребята, Гущан, скажем так, Ризнак и Трубин, наши ребята, того же паста поставим. Ну, как бы, возможно, кто-то и обидится, но все равно это топ-рота, я считаю, для чемпионата Украины, то есть все они претенденты на игру в сборную, 100%, вот, поэтому, такая она сборная, но, если вы хотите меня обвинить в том, что здесь только игроки Динамо и Шахтера, окей, давайте посмотрим альтернативу, ребята, то есть команду года без Динамо и Шахтера. А вот так она, ребята, выглядит. Ризнак воротах, Альюна, Бухана, Конопля, Цыганик, Сьюрченко, Татовицкий, Банада, Центрполе и нападение Канэша, Хабкабай, то есть те футболисты, которые не попали в команду года, именно, настоящую. У ПЛ-2020 попали вот эту команду, скажем так, резерва, да, нашей основной команде, и, в принципе, она смотрится довольно неплохо. Кстати, напишите, ребята, в комментарии, пожалуйста, кто свою именно сборную без Динамо и Шахтера, то есть мне интересно, каких футболистов вы еще можете набрать на пары, ну, на некоторые позиции, да, где-то поменять. Конечно, мой выбор, вот Банада, кстати, из Александрии здесь есть, мне очень понравился этот футболист в Александрии, он очень такой нестандартный игрок, который, ну, как бы, обладая столь, ну, не таким мощным видом, скажем так, не таким большим ростом, он очень много голов забил со стандартной головой, это интересно. То есть, и, в принципе, в Александрии тоже есть неплохие достойные игроки, которые могли бы сюда попасть, это Гречишкин тоже, да, и Лучкевича можно было рассматривать. В Заре очень много игроков, тот же Кочергин, тот же Громов, который был в расширенном списке нападающих, но все равно он не тот сезон выдал, который хотелось бы, да, за Зарю. Здесь не очень много игроков, то есть очень-очень-очень много можно других команд выбрать, поэтому пишите в комментариях, то есть, свою топ-сборную команду года и резервную. То есть, напишите и посмотрим, что у нас вообще получится, возможно, я где-то не прав, то пишите по какой-то позиции и аргументируйте свое мнение. Ну, и на этом буду уже, ребят, заканчивать. Вот такая у нас получилась команда года, я считаю, ну, довольно заслуженно и объективно мы с вами выбрали эту команду, поэтому огромное спасибо, кто принял участие в голосовании. Ну, а для тех, кто, возможно, только подписался на наш канал или не успел, или, возможно, не знал о голосовании, у вас еще есть шанс, потому что мы будем дальше выбирать лучшего тренера года, ребята, лучшего молодого игрока. Опять выберем лучшего вратаря, то есть, я уже выберу трех вратарей и между ними опять проведем голосование, выберем лучшего вратаря 2020 года и, конечно, лучшего игрока в общем 2020 в чемпионате Украины, поэтому не пропустите, чтобы не пропустить, нужно подписаться на этот канал, на телеграм-канал, где тоже у нас мы с вами коммуницируем, общаемся и там тоже есть голосование, поэтому переходите туда, всем спасибо огромное, ребята, ну и ждем уже 2021 год и хорошего футбола от наших украинских команд, всем спасибо, до новых встреч.